рассмотрим резонанс который наблюдается в энергетике в энергетических сетях у нас будет пять пунктов первое это первые два пункта будут касаться в честь связи высокочастотной связи по проводам воздушных линий электропередач вот по таким проводам первый пункт это заградительный фильтр нашей в честь связи в че обработки нашей линии второй пункт данный в этой же в че обработки фильтр присоединения в котором само слово в само название фильтр говорит о том что там внутри есть у нас фильтр третий пункт где наблюдается резонанс lc резонанс это емкостная компенсация реактивной мощности в линиях электропередачи четвертый пункт это применение дуг гасящего реактора в сети с изолированной нейтралью для уменьшения тока озз однофажного замыкания на землю и последний пункт это ферромагнитный резонанс который наблюдается когда в сети стоит измерительный трансформатор напряжение железным сердечником рассмотрим базовые принципы у нас имеется параллельный колебательный контур который состоит из емкости и индуктивности если на этот контур подать напряжение то токи емкостные и токи индуктивные будут под углом 90 градусов к данному напряжению и если выполняется условие что ток модуль тока через индуктивность равен модулю тока через емкость то у нас происходит резонанс вот на данной частоте это формула легко выводится рассмотрим реактивное сопротивление индуктивности которая равна омега и где омега у нас равна 2 и умножить на f f частота в герцах отлично соответственно реактивное сопротивление емкости это единица на омега c если мы приравняем модули этих сопротивлений когда токи у нас равны то мы получим как раз исходное уравнение для резонансных условий давайте сделаем последнее замечание значит резонансные условия соблюдаются когда у нас ток реактивный через емкость его модуль равен току реактивному через индуктивность вот это вот главное условие резонанса именно это условие мы будем добиваться в каждом из пяти примеров первый пример это высокочастотный заградитель вот он высокочастотный заградитель у нас имеется воздушная линия электропередачи вот она и нужно организовать в че связь между одной подстанцией и другой подстанцией для этого используют высокочастотный передатчик прием передатчик вот он высокочастотный прием передатчик данный высокочастотный прием передатчик через в че кабель подсоединяется к фильтру присоединения далее наш высокочастотный сигнал через конденсатор в че связи c в че подсоединяется к линии непосредственно к проводам воздушной линии когда передачи высокочастотный сигнал по линии доходит до противоположного конца и проходит обратность обратный путь через конденсатор в че связи фильтр присоединения в че кабель попадает на высокочастотный прием передатчик на противоположном конце линии управляющие сигналы для данного приема передатчика подают релейная часть защиты релейная защита например для высокочастотных защит высочастотная блокировка и дифференциально-фазная защита dfz или можно по в че связи передавать команды автоматики автоматики далее рассмотрим роль высокочастотного заградителя напряжение в че связи у в че от прием передатчика должно идти по проводам лэп на противоположный конец линии при этом этот сигнал не не должен попадать на наши подстанции на ару подстанции или взрыв выпускает тару таким образом из самого названия высокочастотный заградитель этот lc контур заграждает сигналом высокочастотной связи путь к нашей подстанции и сигнал идет на противоположный конец линии на второй прием передатчик мы можем видеть на опорах подвешенные вот такие вот корзинки большие это есть как раз индуктивность нашего высокочастотного заградителя вот они они еще бывают установлены на земле на опоре давайте опору нарисуем это же стоит такая корзинка из большого числа витков провода вот на данной картинке как раз на данном экране мы видим подвешенную индуктивность вот это у нас индуктивность а вот это l а емкость расположена в герметичном корпусе настроечная емкость где-то рядом с нашей индуктивностью вот это c мы видим что допустим провода лэпы подключены к одному концу индуктивности а второй конец индуктивности как раз подключен к нашему к нашей подстанции и таким образом здесь мы получаем вот такую вот индуктивность настроечную емкость как раз фильтр заградительный давайте вернемся к данному рисунку и скажем почему наш заградительный фильтр успешно работает условиях резонанса мы сказали что ток емкости равен току индуктивности но поскольку эти токи направлены противоположные стороны то они взаимно компенсируют друг другу и суммарный ток и суммарный равен векторная и c плюс и l равен нулю ну или близкий к нулю это означает что сопротивление данного контура на резонансной частоте очень большое давайте напишем z резонансная очень большое вот это и есть условия нашего резонанса если мы вернемся к нашему заградительную фильтру вот то то получается что в че сигнал не проходит заградительный фильтр на нашу подстанцию а проходит по линии электропередачи на противоположный конец таким образом заградительный фильтр выполняет свою функцию заграждает не пропускает в че напряжение на подстанцию в данной таблице представлены некоторые параметры нашего заградителя они их выпал выпускают разной номинальной индуктивностью вот они ну вот среднем все они порядка одного миллигенри фильтр присоединения он расположен вот в таком герметичном корпусе вот он открытый здесь вот у нас есть изоляция герметичная где расположена схема нашего фильтра присоединения сюда подсоединяется конденсатор в че связи отсюда уходит в че кабель давайте вот так он рисуем схема фильтр присоединения вот он у нас давайте вот так мы его обведем они бывают разные это один из примеров ну вот в нем и давайте будем наблюдать как раз какой-то контур lc параллельный и высокочетодный трансформатор таким образом наш конденсатор в че связи фильтр присоединения защищает наш приемопередатчик вот он вот высокого напряжения который присутствует на лэп ну допустим здесь у нас 110 киловольт конденсатор в че связи хорошо пропускает частоты высокочетодной связи допустим 100 килогерц и плохо пропускает частоты промышленной частоты 50 герц между ними разница по частоте тут герц и тут килогерц и соответственно в тысячу раз и соответственно zc на частоте в че связи примерно 1000 умножить на zc на частоте 50 герц но за счет того что здесь у нас амплитуда 110 киловольт амплитуда нашего приема передатчика порядка 100 вольт то получается что токи 50 герц и токи в че 100 килогерц примерно одинаковые далее очередной фильтр у нас фильтрация очередная происходит фильтре присоединения вот на этих вот резонансных контурах теперь защита от высокого напряжения первый ступень защиты это конденсатор в че связи при работе с конденсатором в че связи или с фильтром присоединения мы заземляем защитное заземление вторая ступень защиты это вот разрядник фильтре присоединения при появлении высокого напряжения его пробивает и замыкает на землю вот так вот еще у нас стоит в че трансформатор тоже замыкает частоты 50 герц на землю здесь у нас на выходе еще один стоит ограничитель перенапряжение нелинейное сопротивление таким образом вот все эти ступени конденсатор разрядник в че трансформатор ограничитель перенапряжения защищают наш прием передатчик от высокого напряжения рассмотрим модель компьютерную которую можно собрать в программе электроник варбенч допустим или малтисим которые будут моделировать заградительный фильтр и фильтр присоединения вот таким образом у нас имеется два источника на частоте 100 килогерц один источник и на частоте 50 герц второй источник и давайте сравним напряжение на линии у нас имеется осциллограф с помощью которого мы эти напряжение будем сравнивать и на напряжение после заградительного фильтра а это нас фильтр присоединения вот у нас осциллограф показывает красные синусоиды это . к подстанции подсоединенные а черная . черная синусоида это линии провода линии электропередачи давайте посмотрим еще раз вот они черные красные и сравним амплитуды высокочастотного сигнала тут развертка очень большая 2 микросекунды на деление то есть мы видим частоту 100 килогерц и мы что видим на проводах лэп вот это вот синусоида это вход б амплитуды чувствительность входа 20 вольт на деление соответственно амплитуда здесь сколько раз два три четыре ну 40 вольт это на подстанции а нет на проводах лэп до пардон а на подстанции у нас давайте здесь померяем вот она 1 вольт на деление вход а соответственно тут всего полтора вольта мы видим что наш заградительный фильтр реально работает давайте вернемся к схеме здесь у нас 40 вольт в че а здесь у нас соответственно всего 1 и 5 вольт в че роль заградительного фильтра при этом для частот 50 герц этот фильтр практически не составляет сопротивление теперь далее рассмотрим роль фильтра присоединения это мы посмотрели и теперь мы будем сравнивать напряжение черненькое синусоиды будет на лэп на проводах лэп и красненькие синусоиды будет на выходе фильтр присоединения вот он наш фильтр присоединения и посмотрим вот здесь у нас уже развертка медленная 2 миллисекунды на деление поэтому в че синусоиды мы не видим ее видим вот в виде таких полос вот этого че и красненькая тоже в че и мы видим что в че кабель на выходе на входе в че кабеля у нас 50 герц практически нет осталось только 100 килогерц а на проводах лэп присутствует как высокочастотное напряжение так и частота 50 герц вот это 50 герц то есть опять таки мы видим что давайте амплитуды замерим значит на проводах лэп амплитуда 50 герц давайте мы попробуем ее померить вот так вот да вот это будет ее амплитуды допустим это сколько примерно одна клетка вход бы это 50 вольт на деление значит на проводах лэп у нас 50 вольт 50 герц а в то же время на в че кабели это этой 50 герц практически нет если мы вернемся к схеме то есть здесь вот у нас 50 вольт 50 герц но поскольку у нас источник всего 100 вольт а здесь у нас этих 50 герц практически нет эта роль нашего фильтр присоединения главным образом вот этого вот резонансного контура у которого для в че сигнала z сопротивление большое 100 килогерц гораздо больше чем сопротивление на 50 герц это мы показали роль фильтр присоединения для дополнительной фильтрации в че сигнала от частоты 50 герц далее рассмотрим как резонанс lc lc контура используется при емкостной компенсации реактивной мощности по лэп протекающей полы вот у нас имеется схема источник лэп который через который протекает активные реактивные мощности имеется его сопротивление сопротивление его активное реактивное вот это v1 имеется трансформатор с каким-то коэффициентом трансформации и наши емкости вот они емкостный компенсатор три емкости подключены к трем фазам прямо на шинах подключены к шинам потребителей давайте скажем что это потребители потребители есть какие-то потребление реактивной мощности индуктивное сопротивление который потребляет вот такую реактивную мощность это реактивная мощность вот она протекает по нашей линии и в результате падение напряжения на потребителя напряжение падает вот на эту величину с помощью емкостной компенсации реактивной мощности мы можем убрать примерно до нуля передачу реактивной мощности по проводам лэп наша нашей емкости будет генерировать реактивную мощность прямо на шинах потребителей давайте простую схему нарисуем вот наши шины вот наша индуктивность нагрузки потребителей и емкости емкостного компенсатора если мы настроим вот этот lc контур на частоту 50 герц то вот здесь тока не будет а внутри контура ток останется то есть мы уберем вот эту реактивную мощность протекающую по проводам наших лэп и таким образом мы уменьшим потери напряжения на лэп примерно так давайте посмотрим в модели работу компенсации реактивной мощности вот у нас простейшая модель что здесь мы имеем у нас имеется питание это будет у нас модель линии электропередач у нас имеется активная нагрузка у нас имеется реактивная нагрузка здесь у нас протекает активная мощность здесь у нас протекает реактивная мощность и вот что мы видим в отсутствие емкостной компенсации вот она у нас большой ток реактивный вот он и q29 ампер и маленький ток активный 37 ампер почему потому что у нас индуктивность сопротивление индуктивности меньше чем сопротивление нашей активно сопротивление и соответственно напряжение на нашей нагрузке вот она 11 вольт давайте напишем о нагрузке 11 вольт у нас питание 120 вольт на нагрузке всего 11 вольт все практически падение напряжения на наших проводах лэп но это мы специально подобрали что было наглядно теперь подключим замкнем этот ключ подключим емкостную компенсацию давайте мы и нарисуем вот таким образом посмотрим вот та же самая схема те же самые условия но мы включили емкостную компенсацию что мы видим суммарная суммарный ток который протекает вот по этой цепи практически 0 7 ампер если раньше здесь протекала 29 ампер вот они то теперь 0 7 ампер но при этом реактивные токи через потребителей остались вот они они замкнуты в этом lc контуре и мы видим что условия резонанса выполняется и l вот это равно вот этому и c и соответственно быть в условиях резонанса суммарный ток через индуктивность и емкость практически 0 0 7 ампер и на потребителях что мы видим напряжение выросло если было 11 вольт вот она выросла до 50 вольт и ток активный ток активная мощность выросла до 16 ампер а было всего 3 ампера вот мы показали как изменяется реактивная мощность или реактивные токи и к протекающие по лэб при этом сами реактивные токи между на потребителей они остаются они замыкаются вот в этом контуре давайте вот так нарисуем вот это у нас индуктивность потребителей а вот это у нас емкостный компенсатор вот токи они здесь протекают при этом они потребляют маленькую активную мощность но здесь протекают большие реактивные токи вот давайте посмотрим сюда у нас 29 ампер стал еще больше правда но зато суммарный ток уменьшился и падение напряжения на проводах лэб тоже уменьшилась на потребители стало 50 вольт половина от нашего 120 а до этого было сколько всего 11 вольт одна десятая от нашего питания вот такая работа емкостной компенсации реактивной мощности далее рассмотрим применение дугогасящего реактора сети с изолированной нейтралью ну давайте прочитаем текст из руководящих указаний режим заземления нейтраль через дугогасящий реактор используется в россии давно в соответствии с пуэ с нейтралью заземленный через дугогасящий реактор в россии работают сети 635 киловольт в которых токи однофазного замыкания на землю озз давайте напишем превышает некоторые допустим некоторые значения это в основном кабельные сети больших и средних городов идея применения дугогасящего реактора для снижения тока в месте повреждения была выдвинута петерсоном и честь него первые годы назывались дугогасящий катушки катушка петерсона сейчас они называются либо дугасящий реактор либо дугасящая катушка вот она сетях 6 10 35 с изолированной нейтралью обычно питающий трансформатор подключен со стороны треугольника поэтому нейтрали здесь нет и наш дугогасящий реактор вот мы видим что он подстроечный подключается с использованием специального трансформатора трансформатор подключается к нашей шине потребителей и к нейтрали трансформатора подключается реактор при этом нагрузка к трансформатору подключается мы видим что вот эта вторая сторона ни к чему не подсоединена значит у нас имеется индуктивность и у нас имеются емкости линий давайте нарисуем дальше мы их увидим это c проводов линии но обычно большая емкость имеет кабельные линии c линии поперечная емкость на землю вот наша схема в нормальном режиме у нас на нейтрали нашего специального трансформатора подключена к шину потребителей напряжение равно нулю и ток через дгр не протекает это нормальный режим если одна из вас вот она замкнется на землю о з з то на других фазах здесь и здесь это другая линия это одна линия это вторая линия поврежденная уже будет напряжение не фазные а линейные у линейные и будет ток протекать таким образом давайте мы с нейтрали начнем по напряжение линейные попадает на емкость уходит в землю и через замыкание возвращается обратно к нашей нейтрали вот контур давайте еще раз изобразим так емкость по земле к точке о з з и по другой фазе возвращается к нашей нейтрали вот контур тока о з з мы видим что при этом у нас имеется подключенные емкости которые формируют ток о з з и вот и при этом если одна фаза заземлена на землю на нейтрали появляется у линии у фазные и начинает протекать ток через дуг гасящий реактор и l давайте мы эту схему можно здесь сначала нарисовать и в результате к нейтрали трансформатора давайте нейтраль вот таким образом изобразим подключен наш дгр это индуктивность и где-то вот здесь вот подключены наши емкости и какой-то другой фазе давайте вот так нарисуем а одна фаза у нас заземлена о з з и вот у нас получился контур lc единственная разница что индуктивности и емкости соединены через трансформатор какой трансформатор вот этот вот трансформатор рассмотрим модель компьютерную нашей замыкание о з з и нашего у нас имеется вот он трехфазный источник с фазами 0 240 120 напряжение 1000 вольт в нормальном режиме когда вот это у нас вот она замыкание отсутствует на нейтрали напряжение у нейтрали равно нулю мы видим что тут милливольт какие-то вот но при этом присутствует токи вот мы выделили две вот эти два емкости вот этих фаз давайте мы их обозначим а bc емкости фаз bc на землю по ним протекает ток 3 ампера ну и дуг гасящий реактор мы тоже пока не подсоединили значит что мы имеем мы имеем источник вот он к нейтрали которого на нейтрали которого у нейтрали пока равно нулю нормальном режиме давайте напишем это нормальный режим емкостные токи есть вот они далее подключим наше замыкание а з з вот мы его подключили о з з з давайте фазы обозначим опять а б и фаза c у нас через амперметр это просто амперметр замкнута на землю на нейтрали появилась фазное напряжение у фазной на соответственно на наших фазах неповрежденных а и б появилась у линейные итог емкостный суммарный ток им костей поперечных проводов фаз а и б на землю вырос стал 9 ампер этот же ток течет у нас соответственно через наш замыкание озз большой мы видим ток озз большой для нашей модели и далее мы попробуем подключить к нашей нейтрали вот это наша нейтраль наш реактор дгр дуг гасящий реактор который что должен сделать он должен вот этот емкостный ток оставить замкнуть на себя а вот ток озз должен он уменьшить давайте запомним что ток озз здесь 9 ампер и емкостный ток тоже 9 ампер подключили дгр что мы видим что теперь ток как протекает ток он давайте контур вот отсюда через дгр вот так вот через емкость и на землю и по второй фазе также через емкость и на землю и мы видим что условия резонанса выполняется ток через дгр 958 ток суммарный ток неповрежденных фаз у нас 956 ну примерно они равны а вот ток озз давайте вот так вот нарисуем и о з з з з порядка 0 то есть что мы сделали мы сделали то что нам нужно дугогасящий реактор понизил ток вместе повреждения вот это у нас наше повреждение озз вот принцип работы нашего дугогасящий реактора давайте мы вернемся вот сюда вот наша схема у нас имеются емкости неповрежденных фаз каких в данном случае а и b а фаза c у нас замкнута замыканием озз у нас к нейтрали подсоединен дгр индуктивность и емкости и вот если токи емкостные суммарные здесь и здесь равны через току дгр у нас выполняется условия резонанса и соответственно в точке у з з ток становится близким к нулю вот он и весь ток емкостный протекает через дгр и емкости вот эти вот эти два тока о все зачеркали рассмотрим феррорезонанс который возникает потом феррорезонанс сети среднего напряжения 635 киловольт с изолированной нейтралью в которой большая емкость сети на землю имеется вот емкость проводов сети на землю в которой имеется трансформатор напряжения железным сердечником нормальном режиме у нас имеется большая емкость сети и ток через наш трансформатор напряжения меньше чем ток через наши емкости сети при некоторых повреждениях ток через трансформатор напряжения возрастает и возникает насыщение железным сердечника трансформатора напряжения и наша система емкости и индуктивности нашего трансформатора напряжения вот она индуктивность l впадает в феррорезонанс и остается в этом режиме стабильно долго при этом ток через трансформатор напряжения большой и он повреждается возникает повреждение нашего трансформатора Здесь показана упрощенная схема, в которой имеется источник нашей отходящей линии с емкостью на землю С, с большой суммарной емкостью на землю и к шинам подключен трансформант напряжения, имеющую индуктивность L. Таким образом, он с железным сердечником. Железный сердечник и феррорезонанс как раз происходит от слова ferrum. Наш железный сердечник имеет большую относительную магнитную проницаемость μ. Вот второй график как раз показывает магнитную проницаемость чистого железа. Вот он. И максимальное значение порядка двадцати пяти тысяч относительная магнитная проницаемость. Индуктивность нашего железного сердечника, трансформатора напряжения, зависит от этой относительной магнитной проницаемости. Вот мы как раз напишем, что относительная магнитная проницаемость в максимуме порядка двадцати пяти тысяч. Такую же примерно величину, ну порядка десяти тысяч имеет относительную магнитную проницаемость трансформаторное железо. С увеличением тока, с увеличением магнитного поля, проходящего через железный сердечник, происходит насыщение и происходит уменьшение нашей магнитной проницаемости. Вот оно уменьшается. Одновременно с уменьшением магнитной проницаемости падает соответственно и наша индуктивность L. И происходит так называемый эффект насыщения железного сердечника в больших магнитных полях. Рассмотрим простейшую схему, в которой имеется источник, имеется емкости наших линий на землю и именуяется индуктивность железного сердечника нашего трансформатора напряжения. C, L. У нас параллельный колебательный контур LC. Вот он, суммарный параллельный колебательный контур. Имеется условие резонансы. У омега резонанса единица делена на корень из Lc. У нас в нормальном режиме ток через емкость больше, чем ток через индуктивность. И при этом напряжение на емкости. Вот это вот у нас график тока и напряжение через наши элементы. И график напряжения на емкости, в зависимости от тока, линейный. Емкость наша не насыщается. В то же время как железный сердечник, вот он железный сердечник, имеет нелинейную характеристику. И в малых полях индуктивность большая, соответственно сопротивление большое, реактивное. Вот давайте разделим. Слева будет область у нас без насыщения, а справа будет область с насыщением. И соответственно вот в этих малых полях у нас индуктивность, магнитные проницаемости индуктивность большие. И с током быстро растет напряжение на нашем железном сердечнике. Вот он рост. А эта область у нас насыщение, когда с ростом тока магнитная проницаемость падает и соответственно падает индуктивность. В результате падает и наше реактивное сопротивление индуктивности нашего железного трансформатора с железным сердечником. И происходит быстрый рост тока, быстрый рост тока в условиях насыщения. И в момент эти две кривые напряжение на емкости на индуктивность пересекаются. Это как раз условия резонанса. В этих условиях ток через емкость и ток через индуктивность они равны по модулю, естественно, поскольку по направлению они противоположны. У нас имеется следующий график с точками 1, 2, 3, в которых имеется область это область У2, это точка 3, это область резонанса, в которых даже в малых полях большое напряжение наблюдается на контуре ЛС. Вот эту область до точки 1, от 0 до точки 1, это область без насыщения в нормальном режиме, будем считать. где, соответственно, суммарный ток и суммарное напряжение на нашем ЛС-контуре. При повышении тока мы переходим от этой области без насыщения в область с насыщением. Вот здесь уже наблюдается феррорезонанс. Вот эта область, это область феррорезонанса, в которой наш ЛС-контур может находиться, да, феррорезонанс, в которой наш ЛС-контур может находиться бесконечно долго. При этом мы видим повышенное напряжение и, соответственно, повышенный ток. А вот область от точки 1 до точки 3, это область неустойчивого равновесия, в которой система находиться не может. Значит, с точки 1 до точки 2 наша система переходит скачком. И область, вот у 2, вот эту область, область феррорезонанса. Имеются опыты, реальные физические опыты, в которых показано, что в условиях феррорезонанса форма напряжения меняется с обычной синусоидальной, вот она, на отличную, далеко отличную, сильно отличную от синусоидальной, в условиях феррорезонанса. Это реальные опыты, которые представлены далее в Ютьюбе. Вот они, вот ссылочка на реальный опыт с феррорезонанса с железным сердечником. У нас имеется железный сердечник, вот он, с обмотками. Имеется емкость. Вот какая-то величина. И главное, что у нас имеется Холловский датчик, который вставлен в отверстие, просверленное в железном сердечнике. И форма магнитного поля, индукции магнитного поля, железном сердечнике, представлена вот на этом устройстве. Мы в дальнейшем эту форму увидим. Вот она. Мы видим, что форма магнитного поля от времени, вот горизонтальная горизонтальная ось, это ось времени у нас, Т, она сильно не синусоидальная. И у нас имеются пики нашего поля. И, соответственно, пики тока, проходящие через наш трансформатор, обмотку нашего трансформатора. Если мы нарисуем примерно синусоидальную форму тока, то как только амплитуда тока превышает порог насыщения, ну давайте мы нарисуем вот так вот порог насыщения. Да. Как только он превышает порог насыщения, у нас происходит резкий рост тока. И при этом он происходит экспоненциально. То есть, рост токов сопровождает рост насыщения и происходит резкий скачок. Вот они, скачки. То есть, мы видим в условиях резонанса форма тока и форма поля от времени, не синусоидальная. Вот наша схема, в которой имеется питание и LC-контур. И мы рассмотрим модель феррорезонанса в программе MaltiSim, модель последовательного резонанса на катушке с насыщением. Вот имеется такая катушка в моделях программы MaltiSim. Non-Ideal Inductor. Неидеальная индуктивность. Которая описывается некой этой таблицей зависимости от тока нашей индуктивности. Вот эта таблица представлена полностью. И если мы посмотрим, то мы здесь имеем зависимость нашей индуктивности от тока. Вот в условиях от нуля до плюс-минус 0,9 ампер у нас индуктивность не меняется и она большая. Вот здесь у нас 0. Здесь у нас, допустим, ток отрицательный. Здесь у нас ток положительный. И в малых токах, вот в этих диапазонах, у нас происходит от минус 0,9 до плюс 0,9, у нас происходит линейный режим. А далее происходит насыщение, резкое уменьшение индуктивности нашего L2, нашей индуктивности с железным сердечником. Резко падает до 2 Генри. Вот наша схема, в которой имеется источник через активное сопротивление, поданное на индуктивность и на ёмкость. Имеется у нас измеритель и показатель амперметра и измеритель трансформатор тока в напряжение для того, чтобы можно было форму тока наблюдать на осциллографе. Вот наш осциллограф, который измеряет на входе А, у нас измеряет напряжение, а соответственно на входе В измеряет ток. Вот наша простейшая схема в упрощённом виде. Источник и LC-контур. Мы измеряем напряжение и ток в нашей цепи. В нормальном режиме этот ток маленький, 0,5 А. Вот он. Имеется какое-то напряжение на нашем контуре. Вот оно. При нормальном режиме без насыщения в малых полях, мы там видели ток порядка 0,5 А, у нас форма напряжения красная кривая и форма тока белая кривая строго синусоидальная. И соответственно мы наблюдаем сдвиг между ними на 90 градусов. В условиях насыщения, который наступает после того, как мы кратковременно нажмём вот этот ключ КА, который у нас перенесёт нашу схему в режим насыщения. И даже после отключения этого ключа наш феррорезонанс с насыщением будет сохраняться. Мы видим ток, что он стал 2 А, больше 0,5 А. Ток вырос в 4 раза. Ну и сохранилось то же самое примерно напряжение. То есть вот эта схема уже в режиме феррорезонанса, большим током. И наша индуктивность уже вышла из условия ненасыщения. И вот наша упрощённая схема Lc уже в условиях резонанса. И мы видим, что форма напряжения, это красная, как обычно. Вот она. И форма тока, это белая кривая, сильно не синусоидальная. И мы наблюдаем аналогичные нашему опытным данным пики тока в условиях насыщения. Броски тока в условиях насыщения в нашей модели. То есть наша модель достаточно хорошо иллюстрирует вот эти пики тока в условиях реальных измерений индукции магнитного поля в железном сердечнике. Да, индукция магнитного поля В. Вот в этом железном сердечнике. Вот мы наблюдаем точно аналогичные пики тока. Когда наш ток переходит больше 0,5 А и переходит наш железный сердечник в условиях насыщения. Ну давайте нарисуем эти пики тока. От руки попробуем. Вот примерно так. Они сильно не синусоидальные. Таким образом вот наша схема в условиях насыщения с большим током через нашу индуктивность. И индуктивность в таком режиме как раз повреждается. Вот он нелинейный элемент, наша индуктивность с таким описанием, с такой таблицей. И наш при броске тока с замыканием КИА, наша индуктивность переходит в условия насыщения с большим током через него. Да, это модель нашего трансформатора напряжения. Таким образом мы рассмотрели 5 пунктов нашего наблюдения условия резонанса в энергетике. Первые два пункта связаны с ВЧ-связью. Это заградительный фильтр и второй фильтр присоединения. Заградительный фильтр вы можете видеть на опорах лэб, воздушных лэб, в виде такой большой катушки индуктивности. Это индуктивность нашего заградительного фильтра, такая большая катушка. Фильтр присоединения также присутствует в ВЧ-обработке нашего ВЧ-связи. Третий, четвёртый и пятый пункт уже касаются частот 50 Гц. Это ёмкостная компенсация реактивной мощности, дугогасящий реактор, сети салерной нейтрали. А вот первые два пункта, ВЧ-связь, на частотах ВЧ-связи порядка 100 кГц, будем считать. Первый и второй пункты. А вот уже третий, четвёртый и пятый пункты у нас уже и пятый пункт. У нас, соответственно, на частотах 50 Гц. Дугогасящий реактор сетей салерной нейтралью, также резонанс наблюдается на частоте 50 Гц. И последний пункт, ферромагнитный резонанс, также наблюдается на частотах 50 Гц в нашей промышленной сети. На этом наша лекция окончена. Вот эти первые два пункта это 100 кГц. И третий, четвёртый и пятый пункт это 50 Гц. И третий, четвёртый и пятый пункт это 50 Гц. И способность.